Слава Богу, братья и сестры! Господь даровал нам чудесное время. Мы можем прийти на это место, можем славить Господа. Это очень благо. Это для нашей души очень полезно, очень важно. И мы благодарны Господу. Сегодня Он дал такую возможность и хранил нас, оберегал весь этот день на работах везде. И дал такое время прекрасное для нас. Мы можем прославить Господа, мы можем возблагодарить Его. Действительно, тот, кто познал, как благ Господь, как благо приближаться к Нему, как благославить Имя Божье, то это очень сладостно для нашей души. И я перед тем, как мы будем просить Божьего благословения, с 8 главы Римлянам. Я прочитаю такое место с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности». Слава Богу! Господь сегодня также собрал нас, позволил каждому из нас прийти на это место. И желание, я думаю, желание каждого сердца сегодня – это вот эти духовные помышления. Это духовные помышления, которые очень важны для нашего сердца. Важно духовное помышление. То есть мы рассуждаем, мы заботимся о своей душе. Мы заботимся, чем мы питаем свою душу. Говорит, если живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. И мы так понимаем, что, как в Слове Божьем говорится, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И поэтому мы сегодня пришли, чтобы услышать это слово, исходящее из уст Божьих. И поэтому будем внимательны к тому, что будем слышать. Внимательны будем к тому слову, которое… Будем молиться за проповедников, за тех, кто будет говорить это слово. И мы так верим, что Бог дает эту пищу, Бог дает движение мыслей, Бог дает это, ложит на сердце определенные темы, определенные мысли. Поэтому пускай нас Бог благоставит сегодня, чтобы мы были внимательны, чтобы действительно Господь мог проговорить, а мы могли услышать то, что Он нам может сказать. Давайте мы встанем на ноги, помолимся, попросим благословения. Слава Иисусу Христу! Руки Христа, это руки любви, это время благодати, время благоприятное, которое мы сегодня в этот день собрались. Это тот день, когда Иисус, Он простирает свои руки еще к нам, свое благоволение. Слава Иисусу! И мы не знаем, когда этот день закончится, когда Он будет звать, когда Он будет призывать, но мы знаем, что однажды Он придет как судя для того, чтобы судить. Но сегодня лето Господнее, поэтому если нужно что-то нам исправлять, исправляем. Если нужно покаяться, нужно каяться, потому что, знаете, сегодня такие события разные происходят, мы слышим. И недавно слышал даже, что в Италии там не дают уже собираться христианам из-за этих вирусов. И вот такое время пришло, уже не дают собраться. Но у нас еще время благоприятное. И, знаете, тоже слышал, что в некоторых церквях уже не проходит даже причастие, потому что я никого не осуждаю, но из-за этих вирусов. Это вопрос веры, конечно. Конечно, но пускай наше упование будет на нашего Господа, потому что мы можем очень много переживать, но нам нужно смотреть в Слово Божие. И как-то был я на одной молитве, такая домашняя простая молитва, и мы рассуждали об этом, говорили в этих событиях. И один брат, он стал прочитать Слово Божие. И, знаете, этот стих, как был ответ для всех нас. И это записано, исход 24 глава, 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Слава Господу! «Служите Господу, потому что Он Бог вас, и говорит, благословлю и отвращу болезнь». Все ясно и понятно. Еще одно место прочитаю. Это Псалом 126, 1 стих. «Если Господь не сожиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просыживаете, и идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему Он дает сон». Аллилуйя! Пускай наша надежда, она остается на нашего Господа, чтобы не было, чтобы мы не видели, не слышали. Потому что есть люди, которые очень себя берегут, очень осторожные такие. И я понимаю, что мы живем в теле, мы должны заботиться за Него, мы должны оберегать Его, одевать и так дальше. Но знаете, есть крайности, когда люди очень сильно переживают. Очень в таком большом переживании они боятся до чего-то дотронуться, с кем-то поздороваться, потому что очень сильно переживают, что могут чем-то заразиться или еще что-то. И это неправильно, это не есть по Слову Божьему. И Слово Божие, оно не призывает нас к такому чересчур заботе о теле своем. Слово Божье нас не призывает к этому, но знаете, в это последнее время Иисус знал, что оно будет. Он предупреждал нас, что будут болезни, будут глады, море. Иисус об этом всем предупреждал. Он знал об этом. И не говорил, чтобы мы этого остерегали, чтобы мы берегли себя от этого. Он не говорил об этом. Но о чем Он говорил? Чтобы мы берегли себя. Если мы посмотрим на Библию, то мы видим, о чем там говорится. И первое, чтобы человек, он не потерял своей веры в последнее время. Потому что написано, Сын Человеческий, когда придет, найдет ли веру на земле. Это предупреждение для нас, чтобы мы берегли свою веру. Потому что это время, оно будет знаменоваться еще разными лжеучениями. И от этого учения зависит наша вера, правильная будет вера или неправильная. Есть неправильное основание. И мы спасаемся через веру. И вера должна быть основана на истине. А истина есть Иисус Христос. Слава Господу! И он от вовеки... Он написано, что вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменяется. И апостол Павел говорит, что если вам кто-то придет и будет проповедовать другого Христа, не принимайте такого. Есть люди, которые проповедуют другого Христа. Они проповедуют, что Иисус, Он все позволяет. Они проповедуют еще что-то. Но написано, ничего нечистое туда не войдет. Мы должны помнить об этом, что Он не святой. Иисус, Он не изменился. Просто есть неправильное учение. О чем еще предупреждает нас Слово Божие, чтобы мы береглись, чтобы не охладела в нас любовь в последнее время. Написано, из-за того, что беззаконие умножится, во многих охладеет любовь. Многие люди перестанут искать Бога. Многие люди перестанут служить Ему, уходить на служение. И мы это будем видеть, а может, и еще уже наблюдаем. И Слово Божие говорит об этом и предупреждает нас, что в последнее время во многих охладеет любовь. И в церкви, если вы заметили, об этом проповедуется уже несколько раз, чтобы мы не оставляли первую любовь. О чем еще говорится в Слове Божьем, чтобы мы береглись, написано, чтобы мы береглись людей, которые будут предавать нас, вести нас на суды. Написано, чтобы мы остерегались их, чтобы мы их не боялись. Говорится, не бойтесь тех, которые убивают тело, но души не могут повредить. Мы их не должны бояться, но остерегаться таких людей. Так написано. Да, Бог за нас, Бог хранит нас, но нам нужно остерегаться. Я просто не хочу прочитывать эти все места, это в Библии записано, потому что у нас времени немного, но там написано за Петра, если мы вспомним, когда он спал там, когда его взяли для того, чтобы казнить. Он спал. Интересное было состояние у Петра. Я думаю, есть много версий, но я думаю, что он просто доверял Богу. Возлюбленному своему он дает сон. Он доверялся полностью Богу, я так верю. И когда он вышел с этой темницы, он не пошел к этим людям, которые его взяли, чтобы показаться им и сказать, ну посмотрите, как я, вы меня взяли, но меня Бог освободил. Но он пошел, куда? И спрятался где-то. Потому что он остерегался. Пускай Бог благословит нас. О чем еще написано, чтобы мы остерегались? Написано, берегитесь, чтобы день тот не застал вас внезапно. И написано, чтобы мы делали то дело, которое Бог, которому Бог нас призвал. Были на том месте и делали то дело. Так написано, чтобы мы береглись, чтобы этот день не застал нас внезапно. Вот чего мы должны беречься. Мы не должны бояться сильно и остерегаться. Если, я прочитал, если Господь не созыждет, если Бог не сохранит, мы нигде не спрячемся. Если мы посмотрим на жизнь Даниила, он берег свою душу. Он не старался сберечь свое тело. Когда он услышал этот наказ, чтобы никого не просили, он, как и прежде, встал и молился своему Богу. Он не сильно старался уберечь себя, но он старался быть правым пред Богом. И когда этот царь подошел и говорит, что Даниил, ты жив, он говорит, да, царь, я жив, потому что я чист пред Богом оказался. И пред тобой я ничего не сделал. Пускай Бог поможет нас, чтобы мы берегли свои души, прежде всего, потому что это время лукавое. Иисус, он предупреждал, чтобы мы заботились об этом, чтобы мы берегли свое сердце, чтобы мы были готовы встретить Иисуса Христа, а Он скоро придет. Слава Ему! Будем молиться. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Действительно, мы счастливы. Люди по-разному измеряют счастье и понимают, что такое счастье, по-разному. Но мы сегодня пели, что мы счастливы, потому что мы знаем Христа и Христос есть наш Господь. Слава Богу, нашему. И естественно, что в нем самое богатство, самое большое богатство, которое можно было бы иметь человеку, в нем находится. И счастье у нас может быть богатство не то слово, которое, можно было бы сказать, описывает то, что мы во Христе имеем. Но во всяком случае, может быть, и слов таких нет, чтобы все, так можно сказать, выразить словесно, что мы в нем имеем. Но одно из мест говорит, что вот его обетование, это жизнь вечная, слава Богу нашему. Это одно из тех великих преимуществ, которые мы в Господе нашем имеем. И естественно, брат Саша сегодня уже говорил о том тревожных слухах, которые ходят в мире. И они, естественно, касаются всех живущих, но отношения не всех людей к нему одинаковые. И вот мы пришли на собрание, естественно, когда мы перед Господом стоим, читаем Слово, молимся, и естественно, что у нас мы не можем отключиться от нашей, можно сказать, от нашего повседневного бытия, существования наших, нашей жизни, наших проблем, наших радостей, печали, мы с ними приходим в собрание. Естественно, мы, как бы сказать, собираем их в какой-то порядок составляем, чтобы представить Господу. Не для того, чтобы они нас отвлекали от служения, от молитвы, но для того, чтобы представить их пред Господом. И Господь, естественно, мы верим, что вникнет в каждого из нас нужду. Первое место я хотел бы прочитать. Это записано в Псалме 61-м. И еще хотел бы немножко сказать, так прошла мне мысль о том, как последнее, на чем мы закончили разбор слова, и оно меня так какое-то время занимало, то, на чем мы остановились, если кто был тогда, то я так заключил, что мы как раз рассуждали о том, что нам Бог должен. Я так в своих словах, которые я говорил, заключил, что нам Бог ничего не должен. Если Бог нам ничего не должен, то и так мы на такой, ну, печальной ноте, как бы сказать, и остановились. Если нам ничего не должен, так что, чего же нам тогда ожидать? Но потом, когда я пришел домой, и я даже дома думал об этом, и читал Писание, и меня Господь наделил некоторыми местами Священного Писания, что Господь, не будучи нам, ничего должен, как бы сказать, в Евангелии и Иоанна, 3-й, 16-м стишком говорится, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вешенную. Тем самым показал, что это не был долг, за что, слава Богу нашему. И бывает, что должники в жизни неверные, пусть нам кто-то деньги должен, например, или какую-то вещь должен, он может и не отдать. И Писание говорит, даже и не требуй. А Господь нам тоже ничего не должен, но без долга Он нам очень много пообещал. И мы это называем обетование Божие. И вот всякие такие жизненные обстоятельства, может быть, у кого-то здоровья не хватает нормального, может быть, кто-то не успешен с работой, может быть, семье проблемы, может быть, кто из родственников уходит в мир и так дальше, может быть, еще какие-то внутри нашем сердце, в душе нашей колебания. И вот мы пришли пред Господа и приносим это, мы должны принести это Господу. Почему так, друзья мои? Может, мы обременяем его больше, чем надо, но ведь Бог знает это и без наших слов. Когда Он встретил слепого, Который кричал, то что вы думаете, Он не знал, Он не слышал, но Он говорит, что ты хочешь. Благодарение нашему Господу, что Он таков. И сегодня Он ждет в наших молитвах, значит, нашего словесного выражения, то вот, что мы от Него хочем. это место записано в Псалме 61, который ободряет каждого, кто его читает. Из 7 стишка, нет, немножко выше, из 6. Только у Бога успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Пусть каждый из нас сегодня тоже может внутренне молитвы или прямо сейчас повторять такие слова. Это очень хорошие, драгоценные, нужные для нас слова. Только у Бога успокаивайся. Это не кому-то говорится. Это я, как бы сказать, не вам говорю, я говорю себе. И так каждый из нас может сказать себе. Только у Бога успокаивайся, душа моя. Мы можем найти причины, где чем-то успокоиться, как мир находит их успокаиваться в чем-либо. Но эти успокоения очень нетвердые и ненадежные, шаткие. Но у Бога это действительно скала непоколебимая. Это действительно хозяин всей Вселенной. Каждой жизни, каждого убиения сердца нашего и каждого вздоха захочет остановить, захочет продлить. Как он захочет. Но вместе с тем, друзья мои, хорошо, что вот такая можно сказать власть и сила находится не в руках злого человека или злого божества, но именно у Господа нашего Иисуса Христа и Бога Отца, за что слава Богу нашему. И дальше читаю. Только он твердыня моя и спасение мое убежище мое не поколеблюсь. У Бога спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на него во всякое время, изливайте пред ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Слава Богу! Очень прекрасные слова. Другое место, так напомню, как это мы не разу его, может быть, и слышим. Записано в послании римлянам, что случается с людьми, живущих на земле, тем более, если это случилось с пророком. Написано в первом стишке, прочитаю. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак! Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание у повествования об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено предвалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Божеский ответ говорит то, чего Илья, я думаю, не знал, а может быть и знал, как и в нас бывает в жизни, когда приходит какое-то уныние, и мы, можно сказать, за много обращаем внимание на плохие вещи, думая, что они имеют власть над нами и могут повлиять на нас в плохую сторону, но, друзья мои, Господь говорит, что Илья не забывает, что я есть в Израиле, не забывай, и я, говорит, сохранил вот такой тысячный остаток, многотысячный остаток, а ты думаешь, что ты только один. И сегодня Господь ободряет нас, чтобы мы упование своем, не унывая, открывали свои желания пред Господом. Писание говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Открывайте свои желания, просьбы, нужды пред Господом. И до этого Господь, как я сказал, знает, но Он хочет, чтобы мы открывали. Почему, друзья мои, в этом есть тайна молитвы, силы молитвы, и Господь это, можно сказать, поощряет не для своей личной информации, а для нашего духовного устройства. И сегодня Господь, вот я еще одно место прочитаю, хочет поддержать нас, чтобы мы действительно уповали на Господа. Как Давид тоже молился, что, что ты смущаешься, душа моя, что унываешь, и что смущаешься, уповай на Господа. Слава Богу нашему. Вот я прочитаю это место Священного Писания, где Господь сам о себе говорит в 10 главе Евангелия Иоанна. 14 стишок. Я есть пастыр добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, слава Богу нашему. Есть за что держаться, правда же, братья и сестры? Есть чем укрепиться. И Господь говорит, что вот я добрый пастырь, и овцы мои слушаются голоса моего, за чужим мне идут, за мною идут, понимают истинного пастыря, и он говорит, я отдаю жизнь свою за овец, и поэтому отец любит меня, и я овцам моим даю жизнь вечную, и говорит, и не погибнут вовек, и никто не может похитить их из руки моей, слава Богу, нет силы, нет силы, и поэтому, друзья, мы так, как подумаю я, что есть любящий Бог, мы в прошлый раз пели, то я счастлив, что я верую в Бога, поэтому давайте еще раз помолимся к Господу, с таким словом, подкрепившись, которое вот я прочитал, это слова Господня, слава Богу нашему, аминь, слава Богу, слава Богу, когда-то Илья, мне нравится, когда он всегда говорит, что жив Господь, пред которым я стою, слава Богу, есть такой псалом, он в юносе, его пел очень, есть, говорит, узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых ты не знаешь, песни есть, которых не поешь, слава Господу, я прежде всего хочу поблагодарить вас, что вы все-таки нашли силу, я так думаю, что воскресенье помолились такой сильной молитвою, и Господь добавил мне силы, я смог сегодня прийти, слава Господу, знаете, воскресенье мог прийти, но не хватало силы, а Дух Святой говорит, ну, народ заволновался совершать молитвы и наполниться чашей молитвы, слава Богу, и я весьма благодарный вам, что когда мы все едины, когда мы в одном духе, когда мы как бы в одном направлении, то перед нами падут все препятствия, которые иногда в жизни нашей могут встречаться для каждого человека. Я хочу сказать вам, что иногда бывают такие моменты в жизни, когда это равносильно, как, знаете, борцы борются, иногда кого-то берут и задавливают и без помощи человек не может вылезти с этой ситуации. Ко мне приходили мои сыны, зятя, молились, слава Богу, церковь молилась, и я вот сегодня определенный, еще на милость, слава Господу. Я благодарю Господа. Сегодня дал мне такое, Господь, очень определенное, может, я думаю, короткое слово, все-таки, как нам в нашей жизни вот реагировать в таких обстоятельствах, которые постигают сегодня у нас на земле, и они постигнут, я думаю, в довольно глубоком направлении всю землю. Вы вспомните, сколько пророча за все годы сказал Дух Святой, который, как вы знаете, так я считаю, что Дух Святой очень сильно унижен, который говорил о том, что вот идут очень большие беды на земле, придут трудности, придут такие моменты, что не сможете там по два или три собраться, и много-много таких предупреждающих было сигналов, и Дух Святой до изнеможения говорил через сосудов, через рабов своих, что придет такое время. Ну, люди, знаете, так тихонечку все отмахают, потому что, когда жить хорошо, тогда оно нам ничего, как бы, не грозить и не нужно, но Бог Он свою работу делает на земле, а также, я хочу вам сказать, что часто в жизни мы думаем, что имеем веру такую глубокую, но мы иногда можем ошибаться, потому что Священное Писание говорит, что солнце светит на праведных и неправедных, да, дождик идет на праведных и неправедных, воздух, если заражен, то он может влиять на тех и на других, и только те, которые сегодня в своем сердце поймут и положат одну из истины, что я должен приготовиться ко встрече с Господом, я должен войти в покой Божий, я должен забыть про свою пышность, я должен забыть про свое высокомерие, я должен забыть про то, что вокруг меня окружает, и со всех важных или срочных дел и важных я должен избрать то направление, которое важное для меня. когда вот эти дни размышлял, я думаю, ну что же для меня важное, какое для меня направление важное, и я определил, что самое важное направление, что я должен думать о нем, как я с ним встречусь, как я приду к нему, как я вернусь к нему, как он встретит меня, записал ли он мою жизнь, мое служение, мои действия, и самое главное, знаете, в таких положениях, как важно, чтобы человек Божий мог войти в покой Божий. Хвала ему. Я читаю такое местописание про дно мужа Божия в 33 главе 3 книги Моисея, написано такие слова, 12 стих. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, ведь и народ сей, а не открию мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебе по имени, и ты прибрал благоволение в очах моих, и так, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих, и помысли, что сие люди твой народ. И дальше тут же внезапно поступил ответ Господа, это мужу Божьему, ему была такая предоставлялась возможность благословенная вывести народ с рабства, с египства. Это не такое простое дело было. И смотрите, что здесь он, ну он понимал, что он сам этого сделать не может. И здесь написано, Моисей сказал ему, то есть 14, Господь сказал ему, сам я пойду и введу тебя в покой, слава Богу. Братья и сестры, как важно, чтобы мы познали одну истину, что мое наружное понимание Господа, оно не даст мне успокоения. Мое наружное понимание о Господе знания, оно не даст мне успокоения. Даже не даст мне успокоения, когда я услышу много проповедей в моей жизни, оно не даст мне успокоения. Спокоение только приходит, когда ты Господь, когда ты Дух Святой, когда твое сердце, оно открыто при Ним, когда ты с Ним будешь беседовать, как с другом своим лучшим, когда ты познаешь Его, присутствующего Господа, тогда придет твой покой. То есть, покой Божий придет. Ведь же, знаете, покой не просто так приходит. Покой сам человек не возьмет себе. Покой дает только Господь. И поэтому, пусть Господь поможет, мои дорогие, чтобы мы в нашей жизни, вот в это время, знаете, что там было, какой там вирус не шел, или какая там беда не шла, но самое большая беда, когда я очень далек от Господа. Самое большее. Нету большей беды, когда, знаете, нету никакой вируса большего. Если я не знаю Господа, это страшно. Если я не добираюсь Господу, это страшно. Если я не имею страха Божьего, это страшно. Если я не знаю, куда я иду, кого я уверовал, это страшно. Это страшнее всяких госп, всяких каких-то, знаете, коронавирусов, это страшнее всего. Я должен познать Господа. Я должен сблизиться с ним. Знаете, я когда-то беседовал в молодости со старичками. Были у меня такие люди, которые поддерживали, наставляли. Я помню, как один дедушка сказал, Андрей, Андрей, ты доверься Господу. Потому что Священное Писание говорит, что сблишься с ним и будешь спокоен. Хвала Богу. Знаете, близость с Господом, он отдает уравновешение. Близость с Господом, он отдает радость. Близость с Господом, он отдает утешение. Но, знаете, оно не так просто дается. Я на этих днях размышлял, все мужья Божии, Церковь Божия, она никогда не была в застое, когда она искала Господа. Но когда она не искала Господа, она упадала в застой. И мы должны искать Господа всем сердцем, всей душою. Я так думаю, что, знаете, каждый из нас должен поправить светильник свой. Светильник твой должен гореть в любое время, ночи, днем, в доме твоем. Ты не имеешь права, потому что ты дитя Божие. Ты же под защитой Господа находишься. Но тебе нужно довериться Ему. Тебе нужно познать Его, что Он есть твой Бог. Вы знаете, уже жизнь прошла в нас немало. И помните, Дух Святой не раз нам говорил, что мы должны возвратиться в то, как бы, прежнее состояние, в истоке жизни, как-то ображалось слово, к истокам жизни, началу жизни нашей, когда мы начали идти за Господом. Как хорошо, когда старцы, если они наполнены силой Божией, и они свидетельствуют о чудных делах, которые, знаете, идут за человеком, которые ведут человека, когда Дух Святой помогает человеку, когда... А если мы сегодня таки верим, что мы не слышим голоса Божьего, что мы не знаем, что сделать, что мы тревожимся, мы бегаем, но это ненормальное положение. Господь хочет, чтобы мы возвратились к этим истокам жизни, к началу нашего пути, когда мы жаждались слышать голос Божий, когда мы хотели услышать, что Он скажет во мне, когда мы хотели услышать, чтобы знать, что будет перед перед, и что будет там позади, и, может быть, с боков, и мы должны это были знать. Я помню, что я помню, когда-то в Минске, я был на свадьбе, я на эти дни размышлял, насколько церковь сейчас, как-то мы, знаете, в Америке закружились, отступили мы от Бога, отступили как-то в сторону Украины, заняли такое положение баптистов, заняли положение тех людей, которые никогда не слышали голос Божий. Ведь такой церкви Божьей не должно быть. Мы должны слышать голос Божий. Ты должен слышать голос Божий. Ты должен как священник дома своего слышать голос Божий. Ты как жена должна быть молитвенницей. Ты должна поддерживать руки своего мужа. Вот так должна быть, потому что Дух Божий, Он пламенеет в сердцах, Он не оставит нас, Он не покинет нас. Я помню, что в Минске была свадьба, они там праздновали, два дня праздновали эту свадьбу. И, знаете, я так смотрю, идет брак, за столом сидят, там покушали, и вдруг шепотом, раз, 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 там сосуд Божий, там пророк Божий. И я так смотрю, зал, 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 люди раз, 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 освобождают зал, куда-то убегают, я тут же за зимой следом, убегают, а там, оказывается, там, оказывается, собралась молитва, там, оказывается, уже они хотят услышать голос Божий, голос Духа Святого, который им хочет дать то наставление, которое нужно. Слава Господу! Братья и сестры, Бог нас не оставит, но Он хочет, чтобы мы в нашей жизни вошли в покой Божий. И я прочитаю еще такое местописание от Луки, 8 глава, 22 стих. В один день Он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами. Они были в опасности. И подошедшие разбудили Его и сказали, наставник, наставник, погибаем! Но Он встал, запретил ветру и волнение воды и перестали, и сделалась тишина. И дальше почему-то Он сказал им такие слова. Тотан сказал, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и в воде, и повинуется Ему. Братья и сестры, вот это местописание, оно довольно такое странное, когда Его просто так слушаешь. Вот представьте учеников. Они вместе с Иисусом сели в одну лодку. Это Он так устал, лег на корме, спокойно Его качает, брызгает на Него вот эти брызги с мора. Иисус, Сын Божий, лежит, отдыхает, спит спокойным сном. Ученики же борются, стогнуть, веслами махают. Я так думаю, даже, возможно, как евреи, они могли кричать. Они могли бороться, они могли... Они же понимали, что Он устал, но вдруг они решили, мы не можем устоять. Но их же в лодке Иисус. Представьте, в лодке Иисус. Настолько они не знали Господа, настолько они не знали, на что Он способен. У их лодки Иисус, который спокойно спит, кажется, ну а почему же вы так беспокойно себя чувствуете? Почему у вас такое, знаете, вот такое стремление, что что-то делать, бороться, подвязывать, махать? И потом все-таки не выделили. Давайте мы его разбудим. Разбудили. Неужели тебе, наставник, нету нужды, что мы погибаем? Он устал, спокойно, положил руку свою, закрыл эту буру, остановил эти волны, и только им сказал, зачем мы такие маловерные? Братья и сестры, в нашей жизни уже короткие, что мы прожили, я думаю, поколение старшего не знает. Много мы пережили, всяких бед. трудностей пережили. Я помню, у нас когда взорвался Чернобыль, Белоруссия, то на дороге, на асфальте, просто желтая вода стояла, вот этой дезактивизации, она стояла, правительство обманывало, что это, знаете, вот эти, что сосны сцеплются, вот эти такие, а потом один из друзей, каких-то мы их спросили, зашкаль туда баромя, там оно зашкаливает, эта радиация. Но Господь дал силы нам, мы все переживали, и все выживали. Я так думаю, что и на сей раз, знаете, какая забота Господня сегодня, есть от церкви, чтобы мы пришли в покой Божий. И мало того, что пришли в покой Божий, я хочу вас просить, просто, во имя Господа, я все-таки садился в машину, в воскресенье, я хочу просить, знаете, Господь обещает, что он штатайдухов я хранить, но мы должны молиться Господу, потому что от Него исходит благословение, Он готов поставить этот огненный меч свой, ангела своего, чтобы защитить нас, но требование Господа, чтобы мы подвязались в молитве, церковь Господа, Иисуса Христа, она отвечает за все эти вопросы на земле, пока она на земле, Господь, Он благоволит к ней, Господь милует ее, Господь заботится, но мы должны молиться, мы должны быть детьми Его, мы должны наслаждаться миром Его, мы должны радоваться, иметь веру, что Он мой Бог, который силен защитить меня, слава Господу, но Тебе и мне нужен покой Божий. Я хочу, я так думаю, что у меня сегодня много мест Писания есть, я постараюсь, если насколько вы сможете еще послушать меня. Когда-то Еремия в своей молитве, он переживал очень трудное положение жизни своей, это 15 глава, и в своей молитве 17 стих не сидел я в собрании смеющихся, не выселился потягущейшую на мне рукою твоею, я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцелима, что отвергает врачевание, неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником и неверной водою? Вы знаете, нету страшнее вируса, как я уже сказал. Когда я считаюсь христианином, когда я иду в Дом Божий, когда я все делаю, но Бог где-то от меня очень далеко, что Бог, Он для меня какой-то Бог не отвечающий. Еремия пережил только один момент, он говорит, Господи, неужели ты будешь для меня как бы неверной водою? Как мы обманчивым источником? Это как мираж в пустыне. Я не знаю, кто из вас шел по пустыне, когда горячее солнце, то как будто кажется, вот вода, вот вода, вот она да не такое. И когда ты приходишь к нему, там просто опять и дальше вот этот мираж в пустыне. Братья и сестры, нам дальше так идти нельзя. Если мы будем идти так, как мы шли раньше, мы погибнем, нам нужна вера в Господа, нам нужна закрытая молитвенная комната, где я буду изливать свою душу пред Господом, как с другом говорить, где я смогу с ним поговорить и рассказать ему все, что меня тревожит, где я могу сказать, Господи, ты веришь, что моя слабая вера, дай мне твою веру в моем сердце, чтобы я на тебя смотрел не на как обманчивый источник, я хочу, Господи, с тобой говорить. Вы знаете, нет тут лучшего друга, как тот, который может тебя выслушать, и ты можешь рассказать ему все, что только тебе на сердце. Я, допустим, человеку не могу рассказать то, что я хочу рассказать. Я не могу человеку рассказать, человек меня не может понять, то, что в моей душе творится, но когда я поговорю с ним, помните, псалом есть, я говорю, я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. Вы представьте себе, это единственное место души, где я могу сказать, сконцентрировать свои мысли, и даже порой, если они у меня не связаны, если ими простой детский лепет, но я к нему прихожу, я прихожу, Господь, помоги мне, у меня слабая вера, дай мне силы, я прошу, тверди мое упование, дай мне источник жизни. Такого человека никогда Господь не оставит, слава Ему. Пусть Господь укрепит нас той великой надеждою. Когда-то Еремия еще в 7 главе книги Еремии записаны такие слова, Господь приказал Еремии стать во вратах дома, Господня. И здесь написано слово, которое было к Еремии от Господа. Встань во вратах дома, Господня, провозгласи, там слово это и скажи, слушайте слово Господне всей идеей, входящей этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Савов, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен, но если со всеми справите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, если не будете притеснять иноземца, сиротые вдовы, проливать невинную кровь на месте этом и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим, в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут пользы. Как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи, и кодите валу, и ходите возле иных богов, которых вы не знаете, потом приходите и становитесь при лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое. говорите, мы спасены, чтобы пред делать все эти мерзости. Знаете, как страшно ходить пред богом. Пред богом ходить получается нужно на цыпочках, братья и сестры. Пред богом нужно бояться сказать лишнее слово. Пред богом нужно бояться согрешить устами и языком. О, сделать обман. Сделать положить руку туда, где нет твое. Вы знаете, за всем этим так сильно наблюдает Господь. Он просто требует от народа твоего чистоты и святости. Мы часто говорим о спасении, мы часто говорим о том, что Иисус простит нам, но мы часто мало говорим о той святости, которая должна быть в нашем сердце. Без этого мы не можем войти в покой Божий. И последнее место Писания, на котором я хотел сегодня остановиться, вы знаете, не так просто, я еще раз сказал, войти в покой Божий. В покой Божий может войти только человек, исполненный Духа Святого, только человек, который уже научился прибегать к Господу, человек, который научился беседовать с Господом, человек, который научился слышать голос Его, то он обязательно войдет в покой Божий. Говорят об одном муже, я сейчас забыл, его старенький муж был, который летел на самолете в Америку, в Украине, и там на Нанклатику сильно их заштурмило. Так заштурмило их, что люди так стали дрожать и пугаться. А он лежит и дремает на сиденье. Вот его будят друзья его, скажи, помолись Господу, ты слышишь, как нас тросет. Он говорит, я не знаю, с крыльями, без крыльей. Но Господь сказал мне, что мы долетим. Слава Богу, братьям и сестры, такая вера Божья должна быть у народа Божьего. Чистым сердцем Бога возврат. Мы не имеем права, знаете, скуголить, как какие-нибудь люди, которые не знающие Бога. Мы не имеем права. Когда-то апостолы сказали, мы во всем себя являем как служители Божьи. Может быть, допустить, Господь, если допустить, могут и закрыть собрание. Но это все на какое-то время. Господь, Он обещает сохранить нас, слава Богу, и Он сохранить в каком положении? Кто-то будет дрожать, кто-то будет коленки биться, а кто-то будет спокойно лежать и наслаждаться Божьим миром. И это счастье, Бон знает, кого Он веровал, и кто силен сохранить, залог Его на онный день. И вот в этот случай, который был у Павла, у Павла, это последняя глава, ну, Диане апостола, 27 глава, вот представьте себе, что здесь повествуется о том, как Павел попал в такую страшную торнейду, вот такое страшное кораблеку, такое волнение на море, и здесь написано 20 стих, даже с 14 причитаю, но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Авраклидон, корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам, и набежавши на один остров, островок, называемый Клаудою, мы едва могли удержать лодку, поднявши стали употреблять пособия, и обязывать кораль, бояже, чтобы не сесть на мель, спустили парус, и таким образом носились, на другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещей. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, продолжалась немалая бура, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел стал посреди них. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы именно на это место обратили внимание. Это самая такая высшая точка Божьего христианства, высшая точка водительства Господа, это высшая точка, что Господь видит тебя хочет таким в твоем положении, в наших нуждах, в наших переживаниях. Смотрите на действия Павла. И я так думаю, что это такой путь христианский. У каждого, это не только Павлу, это каждому из нас, возможно, придется пройти эту дорогу. И как они долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем бы избежали бы эти затруднения вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих собою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшены на какой-нибудь остров. А теперь представьте картину. Все, кто охранял Павла, думали, что они его охраняют. Стой тузник в труме цепях закованный, продавшись Божьей воле. Никто ему не мог помочь. Начало болтать, про него забыли все там в труме. Он мог бы даже не выходить на палубу, потому что мог бы быть обиженным, знаете, в жизни. Но в человеке Божьем был Божий Дух. Божий Дух он делает человека благородным. Он делает человека чистым. Он делает человека сильным. Это Дух Божий, который живет на Маму Отче, который вот здесь живет. Он здесь волнуется, когда ты неправильно делаешь. А если тебя совершенно не чувствуешь, то ты должен искать его, потому что он здесь. Представьте себе, такая бура, качается, невозможно выйти, но Павел вышел, достал свою там, чтобы его было кусочек хлеба, мужья и братья. Я знаю, что ничего с нами не приходится, давайте мы покушаем. Слава Богу, это настоящий покой Божий. Это настоящее поведение человека Божьего в этих различных ситуациях жизни, в этой больной земле, которая уже есть у нас. А мы странники и пришельцы. Поэтому, как уже и братья сегодня сказали, большое счастье у нас сегодня, что мы есть дети Божьи, что мы веровали в нашего Господа. Но страшное дело, если мы, будучи детьми Божьими, а его не познали, то то вирус больше коронавируса, потому что это страшный вирус, неверие, которое одолевает все. И мы продолжаем жить небрежной жизнью. А Господь требует от тебя сегодня, что ты должен и стать исполнять заповеди Божьи. Ты должен читать Слово Божье. Ты должен молиться в своем доме. Тебе должен говорить жертвенник, кого отче. Ты должен наслаждаться миром Божиим. Ты должен наслаждаться общением с Господом. У тебя по-другому не выйдет. Ты не сможешь обойти эти страдания земли. Я допущу, говорит Дух Святой, что мне которые будут дрожать колени, хормача балдин, но ремен тула и закламен. Но я кривида галбин. Я буду хрбача робит Кабен. Хрбат робит кибен тулайзин. Хрбача робит воспитывать народ свой. Я буду показывать силу мою. Я буду показывать кормов кремен. Хрбат робит славу мою. И я кривида Кабен буду доводить церковь к тому, чтобы украшать образ И так, народ мой, смирись, под крепкую руку Божию, перестань грешить, Ава Отче, храни свое сердце чистым и святым. Доверься Господу во всей полноте, и поговорю тебе, что мое направление, и мое направление, чтобы сохранить это место, Ава Отче. И я эту милость не отниму, если будешь народ взывать и молиться, но я требую, чтобы ты поправил святильник свой, чтобы ты укрепился надеждой, чтобы ты доверился Господу. Чтобы ты стал взывать о себе, о детях своих. Амин. Амин. Скажемся, слава Богу. Я коротенько прочитаю в Місце Писання, где записано, Яваль от Яна, и читаю, 11 глава, и читаю, 19 стих, такие слова. «И многие из людей пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Марфа услышал, что идет Иисус, пришла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но Иисус, но и теперь знаешь, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий верующий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли всему? И читаю, 43 стих, уже после молитвы Иисус такие слова говорит. Сказал это, он воззвал громким голосом, Лазарь, вийди вон. Такая история была в новом запретке, за часы Иисуса Христа, когда Иисус был на земле, ходил разум. Была такая подия, когда люди, и скажи, Мария, Марфа, Лазарь их брат, друг Иисуса. Вроде бы таке, подивися, разум друзья, разум живут, все нормально, поводится, как бы все хорошо. Но пришел момент, в каком жизни Лазарь заболевает, Лазарь начинает болеть. Я не знаю, Иисус того часу удалился, не был на этом месте. Но я думаю, Иисус знал, что Лазарь больный, или не знал. Я думаю, Иисус знал, потому что Лазарь больный. Он знал, что будет его Мария, Марфа и Шукатин. Он знал, что, может, какие-то будут они обращаться, какие-то, певные, до докторов. Может, обращаться до еще кого-то, но помощи не найдут. И одно раз, когда их брат заболел, я не знаю, или они обратились куда-то, но они приходят до Иисуса и говорят, Иисус, Лазарь болен, прийди и сцели его. И кажется, когда есть еще надея на людину, когда есть надея на Иисуса Христа, на что-то люди шукают Господа. Но приходит момент дальше, когда дальше читал 19 стих, и многие из людей пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Иисус Христос, я думаю, уже знает, что Лазарь лежит четыре дня в гробе, знает, что уже Марию и Марфу утешают и направляется туда. И кажется, с одной стороны, люди ставят точку, люди ставят, как бы не было больше ничего, но туда приходит Иисус. Иисус Христос, я хочу заметить, где люди часто ставят точку и говорят, что на этом человеке уже нет, что с ним делать. О, этого человека больше ничего не получится. О, этот человек не может больше ходить. Этот человек не может больше служить Господу. И ставят свою точку. Но на этом месте до того человека приходит Иисус. Иисус приходит Иисус и говорит, каже Марфа, услышал, что идет Иисус и говорит, Господи, уже Лазарь, он не только болен, он уже помер четыре дня в гробе, и кажется, выхода нет. Но Иисус говорит авторитетом и говорит, я хочу тебе сказать, знаешь ли ты, что я есть воскресенье из жизни. А она говорит, верю, я знаю, что воскресенье, но воскресенье не будет последнего дня. А Иисус говорит, каже, нет, я есть воскресенье из жизни. Я есть тот, который может и могу сказать, что я маю это в праве. Иисус Христос, когда пришел до гроба, толпа людей собралася, Мария, Марфа, может еще какие-то друзья. И Иисус Христос говорит до этих людей, отвалить камень. И кажется, Господи, ты все можешь, ты можешь как-то сам сказать словом, и камень відвалится, Лазарь выйдет. Но чего-то Иисус просит людей, отвалить камень, а потом провещевает голос, Лазарь выйдет вон. Я святокрусу ждал, думаю, Господи, но часто бывает в нашем жизни, люди, может, ставлять точку. Люди, что-то думают, мают сами в сердце какие-то непонимания, недопонимания, думаю, Господи, выхода больше нет. Я, как будто мертвый среди них, Господь ничего не может мне сделать. Но Господь через это слово говорит до твоего сердца, отвалить камень зі своего сердца. Відкрий свое сердце, відкрий свою внутренность, запроси меня. Когда ты будешь открытый до Господа, как мы уже слышали, перед мной было сказано, когда мы направимся до Иисуса Христа, ближаемся до Него, то Он ближается до нас. Когда мы открываем свое сердце, как будто этот камень открываем из нашей души, то Господь тогда может сказать, Лазарь выйдет вон, скажет до твоего сердца, ты имеешь какую-то недугу, ты имеешь какую-то проблему, я на эту проблему пришел, я есть воскресенье, я могу тебя оживить, я могу тебе дать жить тебе новое, лучшее. Те люди, которые знали или забывали, что Иисус Христос все знает, но Иисус Христос, написано, Він вчера, сегодня, по векам, Він Бог не меняется, Він все знает, и когда мы помним, что Иисус Христос все знает, мы приходим к Него за страхом, маем благословение. Одни люди пришли до апостола Петра, вони знали Господа, но они что-то, наверное, забыли, або не доверялись, хотели обмануть Петра, они хотели совгать, и когда Ананій приходит до Петра и говорит о такие вещи, Петер каже, ото, да, за сколько вы это продали, ото воно есть так или не так, каже, так, каже, ты, кто тебе вложил в уста совгать Духу Святому, и Петер, ну, такие слова прорик не от себя, я думаю, от Духа Святого, и этот человек, Ананя, падает мертвым. Почему? Ананя, кажется, почему ты так сделал? Кто тебе вложил в уста сказать неправду? Братья и сестры, мы, когда выступаем от Господа, когда мы забываем, что Иисус Христос в Духе Святом наблюдает за каждым из нас, Он знает все и хочет, чтобы мы были свято, перед Ним ходили свято, уже было означено, что мы постоянно жили свято перед Господом, и Ананя, он не пободрствовал, решил какого-то обмануть, совгать Духу Святому, но падает мертвым. Женка его точно так же, близко 3-4 години проходить и такие самые вопросы, и падает мертвый, плачет много, я думаю, родственники плакали, друзья, может, еще какие-то плакали, чему так сталося, а однее простенькое, решили совгать Духу Святому, решили обойти какого-то Господа, решили что-то по-своему сделать, но Господь, каже, я знаю все, намерения и помещения твои, знает Господь, брати и сестры. Один человек, Геезия, молодой юноша, тоже решил обмануть своего пана, Елисея, и он догоняет начальника війська сирийского Наймана, и говорит, пан мой, меня посылай, если бы сказал, попросил, дай мне это, а он говорит, зачем ты просишь талант сребла, я тебе дам два, две переменных одежды, дам тебе шесть слугов, донесу тебе додому, и все нормально, и говорит, что это никто не видит, никто не знает, приходит додому, приходит до Елисея, а Елисей задает вопрос ему встречи, Геезий, а где ты был? А Геезий говорит, я нигде не был. А каже, разве ты не знаешь, что Дух мой сопустил с тобой? Разве ты не знаешь, что Господь был с тобой, как бы своими словами? Разве ты не знаешь, что Дух си подплquí наблюдает за твоим сfera, а ты такие вещи говоришь, хобо ты не знаешь, что ты обманешь? Хобо ты не знаешь, что ты обманешь не мне, а стоишь перед Господом? И такие нехорошие слова произносят до Геезии. Геезии, вот эта проказа, которая была на Евнано-Иманове, нехай на тебе и станет. Из этого места мы знаем, что Геезии вышел белый, как снег в проказе. Про что это говорит? Говорит про то, что люди забываются, что есть Господь. Люди забываются, что они ходят не перед Богом, а перед Господом. Но Господь каже, я хочу, чтобы вы выходили перед мною, сближились за мною. Хочу, чтобы вы были открыты перед мною, открыли свое сердце, распахнули свое сердце и будет благословение, будет мать жизнь. Но есть хорошие люди, которые приходили до Иисуса Христа, даже просили юношу до Иисуса, упустили перед Господом. Он был, ну, на такую болезнь мав. Но Иисус Христос говорит до этого юноши и говорит, произносит такие слова, прощаются тебе грехи твои, а потом говорит, встань, возьми, ложи, иди домой. Я думаю, Господи, почему ты это говоришь? Почему ты именно эти слова говоришь перед этим? Хибо все люди видят, что он больный? Люди видят, что он расслабленный? Но люди не видят, что внутренности есть, брати и сестры. Люди не знают, из чего может болезнь осталась. Люди не знают, может, из чего оно все произошло. Но Иисус Христос бачит глибше. Он бачит не только внешность, а он заглянул в то юноши, в сердце и внутренность, и доверяется, как бы, Духу Святому Господу. И говорит, прощается тебе, сыну, первые грехи твои. А потом говорит, встань, не ходи. И он встань и ходит. Почему так? Господь дивится на твоё сердце. Господь бачит твою внутренность. Апостол Павел зазначает, каже, мало бывает в нас больных, немало умирает. Чему? Бо не повинуется Духу Святому. Ходят перед Господом не в святости. Ходят перед Господом, закрывают сердце своё. А немало умирает больных. Но Господь хочет исцелить твою и мою душу. Но Він каже, відкрись своё сердце, відкрись свою внутренность, відкрись своё желание сердца. И я, каже, поможу тебе. Господь даже через слово своё говорит, каже, скеймо себе всякий тягар та гріх, який легко опутує нас. Писание говорит, каже, всякий тягар і гріх, він легко, він опутує наші серце, наші разум. І ми запутаємося, уходимо від Господа. Но Господь хочет, щоб ми довіралися Йому, шукали лица Його. Бо так Писание говорит, шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте, поки він є близько. І в цьому собранні він є близько, в нашому серці. В цьому собранні він є дуже близько, але нам потрібно шукати Господа. І ми до цієї молитві будемо приходити. Тут є одна записка. Дякую.